Приветствую вас! Если говорить о том, что вам делать, то да, вы пишете, что просто привыкнуть к его обидам или разорвать отношения, то давайте для начала определимся так. Вот ваш муж на вас обижается. Какие общие критерии его обид? То есть вот есть ли что-то общее в том, ну, в претензиях, в недовольствах, если угодно, вашего мужчины? Что именно его обижает, что именно его задевает и почему? Дальше. Следующий вопрос, который вам нужно, я бы сказал, проработать, но, не знаю, может быть, вы и не хотите этого делать. А в любом случае вопрос, который нужно обозначить для понимания проблемы, это было ли так всегда или мужчина начал так себя вести, ну, скажем, вот спустя какое-то время или там после какого-то периода или вот что-то повлияло на него. Ну, давайте ответим на этот вопрос, попробуем ответить на этот вопрос с вами. Потому что если мужчина изначально так себя вел и вас какое-то время это вообще устраивало, а потом перестало устраивать, то это скорее проблема вашего отношения, а не его самого. А если мужчина начал вести себя так после какого-то жизненного события, которое произошло у вас, например, после какого-то конфликта или какого-то непонимания или что-то еще, то тогда возможно имеет место быть невыраженные обиды, невыраженные какие-то претензии и так далее, и так далее, и так далее. И мужчина в силу своей природы, в силу того, что мужчины существа гордые, мужчины существа, которые считают, что признаться, что есть определенная проблема, это очень... Это слабость, это недостойно, мужчина сам об этом не заговорит. Вам нужно самостоятельно в этом случае выявлять эту проблему и разговаривать с ним об этом. То есть другого варианта, другого пути решения именно этой проблемы у вас нет. Предположим, что проблем как таковых у вас нет. Предположим, что мужчина просто вот сам по себе такой, что вот он так себя ведет. Предположим, что вы не знали об этом, пока не начали с ним общаться, ну я имею в виду, пока не начали с ним активно взаимодействовать, пока не начали с ним жить там и так далее. В таком случае вам нужно с ним откровенно поговорить и сказать, что вас не устраивает то, как он себя ведет. А поговорить желательно в спокойной обстановке, то есть когда мужчина относительно настроен позитивно, когда мужчина относительно хорошо с вами общается, да, чтобы были соответствующие условия для диалога. И высказать ему то, что вам не нравится. И сказать ему, что вот ты знаешь, я тебя люблю очень, я хочу с тобой быть тоже очень, но мне не нравится, меня не устраивает то, как ты себя ведешь. Я не хочу так жить, я не хочу так существовать, мне это не нравится, поэтому пожалуйста, давай поговорим, почему ты так себя ведешь. Может быть мы что-то выясним, может быть это твоя проблема, может быть это наша общая проблема. Мы постараемся как-то ее решить, потому что мне некомфортно. И если мужчина вас любит, если мужчина хочет быть с вами, если вы ему дороги, то он раскликнется на ваш такой вот посыл. Он даст вам понять, что услышал вас, даст вам понять, что он хочет как-то ситуацию исправить, и вы увидите по его поведению, что он старается что-то изменить. Если ничего такого вы не увидите, если вы не увидите с его стороны желание что-либо менять, если вы не увидите, что мужчина хочет как-то нормализовать ситуацию, то вам нужно сказать ему о том, что вы в некомфорте, в постоянном дискомфорте жить не собираетесь, и если мужчина не хочет предпринимать каких-то шагов и поступков по достижению вами комфортного состояния, то это будете делать вы. И вам нужно в таком случае постепенно-постепенно от него отдаляться, вам можно как-то больше времени проводить не с ним, а с другими людьми, а может быть приглашить, приглашить, пошить отдельно, может быть расстаться предложить, может быть заговорить о разводе, тут уже решат вам. Я не рекомендовал бы вам сразу какие-то радикальные шаги предпринимать, просто показательно, что вы не готовы с этим мерить. Этого в принципе будет вполне достаточно. По крайней мере, вот этого будет достаточно на первых этапах, на первых статях. Если вы увидите, что ни к чему хорошему это не привело, то тогда уже, конечно, можно говорить о более радикальных шагах. То есть ваши действия, они начинаются с слабых, то есть с таких вот бережливых, с таких, я бы сказал, деликатных, и заканчиваются, значит, они как раз более радикальными, более жесткими мерами, если вы видите, что результата никакого нет от того, что вы делаете. Также важно проанализировать то, чего вы хотите сами от мужчины. Даете ли вы все мужчине, что ему нужно или нет? То есть нужно проанализировать ваше поведение как женщины и определить, нету там каких-то, знаете, каких-то, ну, негативных триггеров, которые мешают вам иметь полноценные отношения, к которым вы были бы, по сути дела, счастливы. Этот момент тоже очень важен. И вот когда, если все эти шаги вы сделаете, когда и если вы припримите все возможные варианты для решения этой проблемы, и вы увидите, что никакого результата нет, потому что мужчина не хочет достижения этих результатов, но вот тогда уже можно говорить о том, чтобы вам расстаться. Потому что, если привыкать, то вы так и будете несчастны, если привыкать, то вы очень можете встретиться другого мужчину, который даст вам, наконец, то, чего вы хотите, а это приведет к возможным негативным последствиям, что вам не нужно. Детей у вас, как я понял, пока нет, значит, будет относительно просто вам расстаться в случае чего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если заходите разобрать ситуацию более подробно, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.